На воспитании у мамы Надежды Саврицкой 10 детей. Проживать семья с сегодняшнего дня будет в большой квартире. Здесь 7 спален, включая родительскую, столовая и гостиная. Идея создать на базе Мозырского детского дома квартиры семейного типа пришла в прошлом году. Так быстро воплотить ее в жизнь помогли итальянские друзья. Благотворительная организация «Береза». На ремонт помещения ими было выделено 25 тысяч евро. Помогли и свои, кто чем. Детский дом уже давно не столько сотрудничает, сколько дружит с многочисленными предприятиями и организациями района. Поэтому на торжественном открытии слова благодарности были обоюдными. Кульминацией мероприятия стало разрезание красной ленточки. Детский дом в Мозыре стал вторым в республике, где открылась квартира семейного типа. Впервые этот опыт был применен в Житковичах. На базе Мозырского учреждения в ближайшем будущем собираются отметить еще одно новоселье. Квартира будет чуть поменьше. В ней будут проживать дети с различными тяжелыми заболеваниями. Что касается этого жилья, то здесь для полноценного проживания, воспитания и развития детей есть абсолютно все. Есть и самое главное – любовь, пусть и приемной матери. Наверное, это самая благодарная работа – видеть, как меняются судьбы детей. Поэтому, в общем-то, было принято такое решение. Что это, наверное, самая интересная работа. Самая сложная, но и самая интересная. И самое замечательное, что результат виден. Сразу же практически. Дети начинают меняться очень быстро. Новоселам гостями было вручено много подарков. Новоиспеченную семью с таким важным событием поздравили и районный исполнительный комитет, и районный совет депутатов. С открытием этой квартиры положено начало не только нового этапа жизни детей и их мамы, но и в целом системы воспитания и развития детей, покинутых своими биологическими родителями. Илона Шавловская, Юрий Горобец, Телеканал Мозерь.